доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и сегодня я хотел бы поговорить о неких стандартах дело в том что около недели назад в одной из социальных сетей со мной связалась коллега достаточно удаленно она от меня находится и мы с ней пообщались общались достаточно долго переписывались она задавала мне какие-то вопросы я и задавал какие-то вопросы в основном они были связаны непосредственно с тем как она работает чем она работает какими методиками пользуется сколько получает за свою работу значит чем обоснована ее деятельность каково нее общее положение вещей она медицинский психолог из центральной россии с центральной области россии вот она занимается медицинской психологии она медицинский психолог и соответственно я понял что настолько много у нее вопросов и самое главное пришла мысль о том что и у других людей с которыми я общаюсь будь то медицинскими психологами будь то просто психологами вопросов не намного меньше постоянно возникают вопросы как вы работаете чем вы работаете в общем самая настоящая игра что где когда кто работает как работает сколько времени работает чем работает какими методиками сколько времени это занимает каковы значит суммы окладов зарплат этих людей постоянно постоянно в той или иной форме эти вопросы возникают и пообщавшись достаточно длительное время там минут 30-40 переписывались в этой социальной сети я понял что возникла потребность рассказать это все на каком-то значит свести все это в единый документ все эти вопросы и соответственно рассказать о нем видео но не просто свести все это в единый документ а значит ответить не просто формально ответить вот допустим да какими методиками вы пользуетесь перечислять их нет смысла они у нас на сайте находятся посмотрите чем мы пользуемся а предложить некий стандарт готовое решение как сейчас принято говорить под ключ готовое решение все все обо всем но и одним словом я поручил своим сотрудницам сотрудникам подготовить такой документ работа началась работа большая она облегчается тем что фактически все ответы на эти вопросы они у нас есть то есть они не просто вот на словах как-то на пальцах как говорится они эти ответы на вопросы кто чем занимается как и сколько работает кто и как получает они есть в документах поэтому моим сотрудникам было в этом смысле легко они собрали все эти документы разрозненные в нашей из наших папочек перенесли и скомпоновали все это набросали по меньшей мере в одну папочку и начали все это дело править но настолько эта тема меня воодушевила что надо все таки понимать как кто чем и почему работает что я решил сделать некое превью такое вводное видео по этому вопросу одним словом вот уже вы сейчас на экранах видите титульный лист документа который называется пока рабочее название у него стандарт называется он следующим образом стандарт работ и принципов деятельности медицинских психологов в том числе психологов лиц с высшим психологическим образованием в области медицинской психологии по направлению диагностическому то есть экспериментально психологические исследования обследования ну классически это понятно называется эпи экспериментально психологические исследования и одним словом я мои сотрудники попробовали свести все воедино все что касается работы медицинских психологов и просто психологов подчас работающих каких-то медицинских организациях оказывающих прежде всего диагностические услуги ну и конечно какие-то психокоррекционные работы проводящие одним словом выглядит это все следующим образом здесь вот в этой папочке вот собственно сам стандарт до которого сейчас видели титульный лист титульный лист этого стандарта и к нему идет масса масса приложений всего и все полностью они сформированы всего их 10 этот стандарт будет завершен его подготовка будет завершена о нем будет приказ о введении по нпц акме научно-практическому центру акме мои сотрудники будут этим стандартом активно пользоваться что и вам предлагают делать уважаемые коллеги взять то что вы сейчас получите в итоге за образец и надо подчеркнуть что этот стандарт будет находиться со всеми приложениями в открытой форме на сайте лпфо я думаю что до нового года даст бог мы эту работу закончим итак давайте вернемся к титульному листу титульный лист хорошо красиво вот такой пока рабочий вариант 2016 год и собственно здесь вот мы уже начали это все писать описывать 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 но я хочу остановиться на содержание этого стандарта подчеркну еще раз повторюсь что мы попытаемся в этом документе или вернее в одном документе содержащем массу вложений на данный момент их 10 обговорить обосновать каким-то образом все вопросы касающиеся деятельности медицинских психологов и просто психологов в медицинских учреждениях и так что он будет из себя содержать этот стандарт ну прежде всего классический это определение кто такой медицинский психолог чем он отличается от просто психолога кто такой психофизиолог то есть это будут классические определения то есть прямо так это и будет выглядеть медицинский психолог тире это и пошло определение психолог это психофизиолог это экспериментально психологическое исследование это и так далее так далее так далее список будет достаточно объемным соответственно мы начинаем с определения определяем предмет задачи цели и так далее далее очень важное вложение приложение номер один это юридические документы этих юридических документов немного они будут обосновывать работу медицинских психологов в целом ситуация с этим крайне плачевно в россии очень много исследователей которые я лично знаю общался с ними в интернете лично общался с людьми к сожалению констатация факта того что это не очень хорошо обосновано с юридической точки зрения присутствует буквально у всех с кем вот я имел честь общаться с коллегами профессорами докторами наук просто с практикующими психологами и так далее юридические основания деятельности психологов в области медицины будут все тут собраны их порядка там чуть менее десятка я думаю будет этих документов юридически обосновывающих работу специалистов данного профиля далее значит следующий раздел подраздел номер три это оплата труда здесь конечно будет говориться о том что и как мы должны зарабатывать все очень просто ну давайте я для примера открою приложение номер три так это приложение номер два дорожная карта вот давайте я вам открою дорожная карта второй документ приложение это официально утвержденный документ вот в данном случае речь идет о дорожной карте свердловской области дорожные карты подобного характера и содержания существуют по всем областям российской федерации и вот если вы сейчас не выключите свое видео вы увидите потрясающую цифру выглядит она следующим образом свердловской области я попросил отдельно эту цифру отметить моих коллег так где же она таблица существует найдем найдем вот очень интересная таблица нет это не то прошу прощения но тут по-другому никак не сделать только дома так до нее вот дошел значит вот буквально в самом конце эта таблица присутствует но она крайне важна если вы досмотрели до этого момента поверьте мне вам сейчас будет очень вы будете удивлены и вам будет это очень полезно то есть это дорожная карта свердловской области определяющие заработки врачей и работников медицинских организаций имеющих высшие медицинское фармацевтическое или иное высшее образование предоставляющие медицинские услуги обеспечивающие предоставление медицинских услуг в этот раздел господа дамы входят медицинские психологи и просто психологи и теперь давайте посмотрим вот эта цифра 72 тысячи она цифра 2016 года 2016 года так вот мы увидим да вот она то есть вот этот столбец вот этот столбец текущий конец текущего 2015 года а это 2016 год и теперь вуаля смотрите в 2015 году медицинский психолог по дорожной карте свердловской области должен иметь средний оклад шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто один рубль восемьдесят копеек на момент 2016 года медицинский психолог свердловской области должен зарабатывать его средний месячный оклад должен составлять семьдесят две тысячи триста двадцать семь рублей сорок копеек сколько получаете вы уважаемые коллеги вот документ утвержденный на уровне свердловской области правительством свердловской области и еще раз подчеркну не буду больше к этой цифре возвращаться но давайте вот так вот ее красненьким и жирно выделю будем говорить семьдесят две тысячи сейчас вы получаете шестьдесят две тысячи с половиной или нет ответьте себе на вопрос а должны такие карты они разработаны по каждой области российской федерации найдите свою карту найдите постановление правительства я не знаю челябинской области там иркутской области вологодской области какие у нас там еще саратов самара и так далее а мурманской области нам северо-западный какой-то регион санкт-петербург и так далее вот это дорожная карта здесь указаны все оклады всех работников по в сфере медицинской деятельности семьдесят две тысячи мы должны с вами получать в 2016 году а в этом году шестьдесят две ну хорошо вот это одно из очень важных дополнений я подчеркну оно еще раз будет находиться на нашем сайте как одно из приложений вернемся к стандарту так значит соответственно приложение номер два это унифицированность заработной платы здесь будет приведена дорожная карта сверловской области вы можете найти в интернете такую дорожную карту я не знаю иркутской области пермского пермского края области и соответственно обосновать перед руководством сказать ребята мы должны тут получать президент утвердил подписал эту дорожную карту мы должны получать семьдесят две тысячи в 2016 году где деньги как говорится в одном популярном фильме ладно идем дальше значит финансовым вопросом разобрались это все все эти приложения и следующее не менее важное приложение нежели дорожная карта они будут в свободном доступе на нашем сайте скачивайте берите за образец и работайте давайте пойдем дальше приложение 4.1 единый стандарт организационно-правовых документов медицинских психологов по направлению экспериментально-психологические исследования что этот единый стандарт будет в себя включать по этому документу это типовой стандарт положение это может быть положение ваше переназвать его можно очень будет легко то есть взять вот этот стандарт который мы предлагаем проработанный нами на протяжении 13 лет сформированный и соответственно можно его и нужно и разрешается это переименовать предположим в ваше собственное медицинское учреждение там может это быть какая-то лаборатория кабинет медико-психологический и так далее взять вот этот типовой стандарт положения и использовать его в полном объеме сейчас его показывать не буду но поверьте мне он отработан нами до последней запятой на протяжении более чем десятка лет берете его за основу формируете меняете на свое название это делается элементарно вы потратите на это полчаса работы час максимум и у вас готов стандарт стандарт который вы опять же можете предложить своему руководству и сказать будьте добры утвердите нам нашу работу в частности конкретно по диагностической работе утвердите мы должны получить этот документ и четко понимать кто работает в каком количестве работает и так далее дальше я сейчас продолжу еще об интересных вещах далее ну вот собственно то о чем я говорил типовой стандарт положения медико-психологическом центре лаборатории кабинета далее крайне необходимо полный разброд и шатания в этом вопросе а мы отработали 13 лет проработали скоро 14 будет инструкция специалиста медицинского психолога берете с нашего сайта скачиваете в свободном доступе и модифицируете под свою организацию инструкция отточена до последней запятой у вас готовый стандарт должностной инструкции специалиста медицинского психолога идем дальше то есть что он делает в каком объеме он делает кому подчиняется кому не подчиняется сколько у него значит обязанностей какие это обязанности функции задачи все там четко очень прописано не просто так это все создавалось кровью создавалось 13 лет идем дальше соответственно самое важное типовой стандарт оснащения медицинского психолога в области медицины из расчета на одну единицу честно говоря вопросы чем работать они уже для меня ну просто снятся мне грубо говоря да на сайте четко определены методики я уже не раз говорил своих видео не больше и не меньше другие методики которые не приведены на нашем сайте использовать чревато они не проверены недостаточно надежны недостаточно валидны ими пользоваться нельзя на сайте находятся все необходимые в полном объеме методики методики как патопсихологические качественные мы их так называем ну и так они собственно в литературе называются методики количественные имеется в виду стандартизированные тесты такие как ММПА КТЛУНПА УСК и так далее всего их 15 остальным методикам доверять нельзя можно взять какой-то тест из какого-то журнала в лучшем случае книги и попытаться его использовать ради бога но уверенности в том что он действительно будет измерять то что должен измерять нет самое главное тут приведены стандарты оснащения как по повторюсь количественным и качественным методикам кроме того здесь приведены нормативы использования автоматизированных методик то есть все те 15 стандартизированных методик которые должен и может применять медицинский психолог своей деятельности они у нас автоматизированы попробуйте прошу прощения заполнить 377 утверждений по опроснику ММПА вручную возьмите эти ключи посидите с ними полтора часа в лучшем случае час двадцать час в лучшем случае и значит обработать там одного двух трех четырех испытуемых по ЭПИ что у вас из этого выйдет сколько вы за этим просидите и так далее а у нас есть программы для всех валидных надежных методик ни одну другую методику с уверенностью я бы с собой в разведку не взял за исключение тех методик которые находятся на сайте ЛПФО ПРО не больше и не меньше далее идет приложение 4.2.1 типовой полный стандарт перечень методического оснащения диагностических методик ну вот то что я сейчас вам говорил о методиках далее типовой стандарт расчета времени временных трудозатрат на проведение исследований с использованием отдельного конкретного методического средства инструмента методики это вопрос для организаторов медицины у каждого из вас уважаемые коллеги существует ОТИС отдел трудовых взаимоотношений или там отдел кадров может быть вас контролирует но скорее всего это отдел финансовый где рассчитываются ваши оклады ваши премии ваши там региональные надбавки и прочее и прочее и постоянно люди далекие от психологии медицинской психологии думающие что мы так вот просто значит на пальцах гадаем а ведь вы знаете у нас вся работа она психология очень точная наука графики диаграммы цифры возьмите тот же ммпи пиктограммы можно все это не можно а нужно анализировать с точки зрения качественных методик да то есть это все проводится и формируются итоговые цифры соответственно постоянно ОТИЗа отдела труда и заработной платы у каждого из вас возникают вопросы к вашим временным трудозатратам берете вот этот документ показываете его своему начальнику обосновываете говорите что вот я работаю этой методикой пиктограммы я работаю этой методикой ммпи я работаю методикой классификации столько то времени она занимает давайте я вот вам сейчас проведу это обследование вы сами все увидите и организатор потенциально должен понимать что пиктограммы это 15 минут то и 20 если отсроченный человек воспроизводит слова классификации это столько то минут ммпи бланковые это столько то минут ммпи автоматизированные компьютеризированные это столько то минут чтобы вопросов к вам не возникало четко рассчитано времени ну понятно что ммпи можно пройти за 40 минут можно за 50 за час если мы возьмем с вами абсолютно здорового человека он вам на ммпи ответит за 40-50 минут если это органик да если это болезнь пика альцгеймера олигофрения вообще доступна ли ему в этом случае будет методика ммпи и так далее понятно что различия существуют учесть все невозможно но вот с учетом еще раз повторюсь 13-летнего работ 13-летней работы моей лаборатории психофизиологического обеспечения данные стандарты были нами рассчитаны понятно что они средние но настолько средние что их можно уже считать наверное модой то есть среднее это среднее всем известное а мода это наиболее часто встречающиеся значения в ряду переменных так вот они настолько выверены этот расчет времени что хотите говорить это как о среднем хотите говорите как о моде эти временные рамки очень строгие и соответственно это дает вам основания для вашего руководства для вашего отдела труда и заработной платы говорить отстаньте от меня медицинский психолог в течение одного рабочего дня 8 часов работы может провести двух провести два обследования если он видит человека впервые и провести третье обследование если он видит этого человека повторно не больше или не меньше вот если мне прошу прощения еще раз если мне психолог по скайпу или по вайберу или там я не знаю по фейсбуку рассказывает о том что он работает полчаса у него очередь десять человек на каком-то там значит обследование при получении прав ему психиатр отправляет всех ленится сволочь сидит и ленится психиатр в чем заключается работа психиатра по получению выдачи медицинской справки на получение оружия или вождение автомобиля он обращается к своей медсестре говорит Мария Ивановна ну-ка посмотри есть вот этот у нас конкретный передо мной сидящий Иванов Иван Иванович в картотеке если нет он ему поворачивается задает такой вопрос пьешь ему отвечают не вы что доктор я не пью ну все вот тебе справка иди отсюда но в лучшем случае если его что-то настораживает он может отправить этого человека медицинскому психологу и вот медицинский психолог он может принять двух человек первичных и третьего человека повторно ему направляют таких людей из живой очереди направляют их десяток и что уль в этом случае делать медицинскому психологу за полчаса их обследовать да можно то есть взять одну две методики и чего-то там пытаться понять Принцип известен. Обследование, нормальное медико-психологическое исследование проводится с использованием минимум 7-8 методик. Использование менее 7 методик является профанацией экспериментально-психологического исследования. Обязательно, вот я сейчас сижу перед экраном монитора, рассказываю вам это все и загибаю пальцы. Шульте обязательно, в любом случае начинать с этого надо. Запоминание 10 слов обязательно, запоминание 12 предметов в рамках одного только ЭПИ, две методики на память, одна на внимание как минимум. Шульте 10 слов, 12 предметов обязательно, исключение 4-го лишнего пазы и гарник, без этого не может обойтись ни одно ЭПИ. Обязательно, это классификация, классификация это как минимум 20-30 минут беседы с человеком. Обязательно использование, если он вменяем каких-то стандартизированных методик, как то ММПИ, на оружие пришел человек получать права. Обязательно и желательно ПЗМР. Шульте уходит в прошлое, сейчас есть новые технологии, компьютеры и так далее. Шульте должен и нужен быть подменен такими методиками, триады их существуют. Это ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, СЗМР, сложная зрительно-моторная реакция и РДО, реакция на движущийся объект. Шульте это прошлое, абсолютно работоспособная, полностью работоспособная методика, но в доме надо иметь и мясные закуски. 21 век на дворе у вас есть на столе компьютер, используйте ПЗМР, СЗМР, РДО. Значит, продолжим. Следующие методики. Стандартизированные ММПИ, КТЛ, ОНП, НПУ. Обязательно, если человек получает оружие, а то и наваждение. Но это говоря, если с приема. И вот представьте себе этого психолога медицинского, которому ленивый врач-психиатр отправляет всех, кому не лень. И вот он должен на протяжении своего рабочего дня, помимо того, что с него еще заведующий отделением или центром требует свой план работы, он еще должен из приема, амбулаторных прием принимать этих пациентов за полчаса обследовать никого нельзя. Вообще, откуда эта цифра взялась? Почему тогда не 10 минут, не 15, не 20, не 30, не 40, не 50, не час? За час провести нормальное экспериментально-психологическое исследование нельзя. Использовать надо 7, как минимум 7 методик. 7 классических методик, это как раз вот и есть, ну, условно говоря, час, час 20, час 10, час 30. А тут ему предлагается за 10-15 минут, за полчаса, за 40 кого-то там оценить. А за дверью у него еще стоят 10 человек или там 9-8, которых опять же отправил ленивый врач-психиатр. И сказал, давай разбирайся ты с ними. И правильно сделал, но только надо организаторам от медицины понимать, сколько времени это занимает. А они не понимают. Они думают, что вот мы тут пальцами разводим, значит, самый простой пример. Задают мне вопрос, ну, что вроде такое психология? Значит, несерьезная какая-то вещь. Надо понимать и вам, уважаемые коллеги, и обосновывать этими фразами. И организаторам от медицины, что фактически вот анализы сдают, да, вот вы приходите утром в поликлинику, простыли, у вас берут там анализ крови, мочи, кала и так далее. Соответственно, вы четко понимаете, у вас столько-то в крови веществ, там, лейкоцитов, эритроцитов и так далее. Чем мы с вами занимаемся, уважаемые коллеги, медицинские психологи? Мы диагнозов нозологических не ставим. Мы ставим диагнозы, значит, патопсихологические, или же их иногда называют синдромальными. Всего их существует 9. Вот этих синдромальных диагнозов в нашей книге, вот кто у нас подарки получал и так далее от лаборатории, они все четко прописаны, прописано время трудозатрат на диагностику этих синдромальных диагнозов и так далее. Смысл в том, что четко мы должны понимать, диагнозов не ставим, работаем на уровне синдромов, четко выявляем симптомы и формируем из них синдромы, да, вот логика такая. И, соответственно, четко понимаем то время, которое мы затрачиваем на определение того или иного синдрома. Но организаторы этого не понимают, а ТИС, отдел труда и заработной платы, этого не понимают. Это крайне важно, очень важно это понимать вам прежде всего и обосновывать перед другими людьми, организаторами свои работы, свою деятельность. Много об этом можно говорить. В одном видео обо всем не расскажешь, но есть и предыдущие видео, в которых очень подробно это все описано. Да, я должен сказать, вот допустим, есть типовой стандарт диагностических методик, есть типовой стандарт временных трудозатрат, они уже есть на сайте. Вот то, что сейчас я собираю и мои сотрудники собирают в нечто единое, он, они уже все эти документы находятся на сайте в разделе информация. Заходите, скачивайте, кому не лень и кому это надо, кому это требуется. Обязательно это можно скачать уже сейчас и пользоваться этим, обосновывая. Но в ближайшее время, я надеюсь, до нового года, но в крайнем случае в январе, выйдет вот уже цельный документ, вот этот самый стандарт, утвержденный, расписанный от А до Я. Далее, типовой стандарт, расчет времени работы специалистов за один рабочий день. Четкая диаграмма того, сколько человек принимает психолог, медицинский психолог в день. Чем заняты эти 3-4 часа нормальной диагностической работы одного психолога на одного испытуемого, на одного обследуемого. Расписано по времени, сколько он с ним беседует, сколько он с ним проводит методики. И поверьте мне, не с потолка взятый, вот не просто сел и придумал, да, это проверялось, опробировалось на протяжении 13 лет работы. Сколько времени он занимается одним человеком. Затем, после обеда он принимает второго человека и еще третьего человека, который уже повторно к нему приходит, он его до этого видел в предыдущий день. Из отделения где-то вызвал, посмотрел уже его разочек и на второй день вновь его вызвал. Далее. Стандарт применения методических средств инструментов методик как единой унифицированной схеме, как структура по 9, как я уже говорил, патопсихологическим симптомокомплексам. Возвращаясь немножко назад, да, где вот я приостановил свой рассказ об этом. Четко существуют 9 патопсихологических симптомокомплексов на данный момент. Всего их 9. Они очень подробно у нас описаны. Чем, как диагностировать. И сколько времени тратится на выявление и постановку этого диагноза. Как в психиатрии происходит. И срочности абсолютно никакой нет. Человек стациенируется. И у врача-психиатра. Я вот не буду врать, говорить, что это точно. Но в мою бытность работы в психиатрии это было порядка 8 или 9 дней. То есть врачу-психиатру, а может быть 3 было, не помню, уже давно было. Одним словом, дается значительное время врачу-психиатру для постановки предварительного. Там целая схема существует. Предварительный, промежуточный и окончательного диагноза. Сколько это требуется для врача-психиатра. А затем он поставил эти диагнозы. Принес карточку заведующему отделением. Заведующий отделением это дело все посмотрел. Расписался. Внес какие-то коррективы. Продолжай работать. Говорит он своему подчиненному, рядовому врачу-психиатру. И держится этот пациент минимум 2 месяца в психиатрическом отделении. А от нас, господа, требуют за 30 минут поставить не менее, а может быть, да что я говорю, более сложный диагноз. Они работают с синдромами, их у них 11. А у нас 9 патопсихологических симптомокомплексов, патопсихологических синдромов. И это выявить, определить, я вас уверяю, это точно, гораздо сложнее, не менее по меньшей мере сложно, нежели психиатру поставить нозологический диагноз. Поэтому вот здесь, вот в этой таблице, она уже есть, я повторюсь, на сайте, все это четко прописаны. Вот все эти 9 патопсихологических симптомокомплексов. Ну и самое главное, я уже говорил в этом видео о том, и в предыдущих видео говорил о том, что психология очень-очень точная наука. Она не менее точна, нежели математика, физика и так далее. Кто этого не понимает, тот не психолог. У нас все очень точно в цифрах, диаграммах, графиках и так далее. Так вот, для того, чтобы все это понимать и обосновывать перед, значит, своими коллегами, отстаивать свою точку зрения по какому-то, значит, спорному, может быть, диагностическому вопросу. Кто-то занимается судебной психологией, проводит экспериментально-психологические комплексные судебные экспертизы. Так вот, для того, чтобы это все представить, не на пальцах раскидывать и объяснять что-то кому-то. Прежде всего, человеку, которому мало это интересно, он не заинтересован в понимании всех этих прекрасных, удивительных тонкостей человеческой души, его психики, психических функций, внимания, памяти, внимания, речи, эмоционально-волевой сферы, характера, личности, темперамента и так далее. Так вот, я все в кучу свалил. Так вот, объяснять другому постороннему человеку это очень сложно. А если ему показать, допустим, организатору от медицины или, допустим, какому-то директору предприятия или еще кому-то, показать конкретные диаграммы, они делают округленные глаза и говорят, оооо, впадают в ступор секунд на 15. И в конечном итоге говорят, да, ребята, надо что-то делать. Тут конкретные цифры, они вроде внешне соответствуют чему-то, что-то похоже и начинается. Если руководители понимают, о чем идет речь, вы этим доказываете свою нужность, важность и так далее, показывая это все в цифрах. А врач-психиатр, извините меня, он кроме своих шифров МКБ-10, что он не знает? Я вас уверяю, ничего он не знает. В лучшем случае помнит шифры по МКБ-10. А здесь у вас графики, диаграммы, формируются они сейчас очень легко. С успехом это все делается на компьютерной технике, на компьютерах и так далее и тому подобные вещи. Формируются таблицы, базы данных. Все это настолько просто и не надо быть семипядей во лбу, чтобы все это посчитать, красиво представить и обосновать свою нужность. Для этого нужны нормативы. Вот здесь вот это слово приведено и эти нормативы у нас в лаборатории есть. 13 лет мы проработали. У нас есть нормативы количественных методик. У нас есть нормативы патопсихологических, качественных методик. Здесь вот они, кстати, прописаны, да? Качественные патопсихологические, классификации, исключения, шульте, шульте, правильно говорить, шульте, я не знаю, там, запоминание 10 слов, установление последовательности событий, простые аналогии, сложные аналогии, ассоциативный эксперимент. Для всего этого, господа, есть нормативы. Если человек не укладывается в этот норматив, даже с количественной точки зрения, он, соответственно, достойным образом оценивается. При олигофрении, да, придите и предложите человеку, предположим, исключение предметов или классификацию, и вы сразу все увидите. И в классической литературе это описано, вот дали ему пациенту 19 карточек исключения предметов по заигарник, он справился со сталькита. В своих заключениях вы это когда-то или не во всех, или во всех описываете, приводите пример, сколько он выполнил правильно. И это цифры, и это можно и нужно фиксировать, составлять по этому результату, по этой нозологической группе, какие-то базы данных, таблицы вести, и, соответственно, показывать это все своему руководству. Соответственно, существуют нормативы и для патопсихологических методик, как это не звучит странно, поскольку они как бы являются качественными. И, соответственно, существуют нормативы для количественных методик, в частности, различного рода стандартизированных тестов, ММПИ, КТ, ЛУСК, опросники, пробы и так далее. Вот, то есть, возвращаясь к общему документу, определение, юридическое основание, унифицированность оплаты и достойная оплата работы медицинских психологов, которые где-то там, далеко на задворках вселенных, для руководителей, организаторов медицины точно, для коллег, может быть, не всегда, но, тем не менее. Соответственно, далее идут стандарты, положение об организации, должностная инструкция, стандарт работы медицинского психолога, оснащение, типовой стандарт, четко перечислено, что мы должны иметь. Стол, стул, компьютер, ручки, принтеры, факсы и так далее, и тому подобные вещи. Расчет времени нашей работы крайне важен, только им можно обосновать для АТИЗа и для руководителя. Расчет времени специалистов за один рабочий день, стандарт применения методик по 9 патопсихологическим симптомам, комплексам и нормативы. Вот то, что будет содержать в себе вот этот самый стандарт работ и принципов. Он будет мною утвержден, когда будет завершена его разработка. Я его подпишу и сдам приказ, и вы сможете ссылаться на этот документ. У нас официальное юридическое лицо, мы научная организация, научное учреждение, и мы вправе создавать такие документы. И мы его создадим, и вы можете им пользоваться, обосновывая перед своими какими-то людьми, своими какими-то ситуациями, обстоятельствами, используя объективную информацию по различным направлениям деятельности медицинского психолога. Временных трудозатрат, стандартов, нормативов и так далее. Вот та работа, которая нами сейчас проводится. Я уверен, что она многим-многим пойдет на пользу, без исключения. В том числе и моей коллеге, которой буквально неделю назад мы с ней общались. Вопросы у всех, повторюсь, одни и те же. И ответы на них есть. Вот у меня они есть. Они конкретны, как-то не звучит смешно, они стандартны, и эти вещи можно и нужно использовать вам, уважаемые коллеги. Я вам их передам абсолютно бесплатно, чисто даже не из альтруизма, а из желания внести, привнести в нашу реальную рабочую действительность какое-то определяющее начало. Что-то объективное, фундаментальное, базовое, которое позволит отстаивать как свои права, так права каких-то своих коллег и заниматься своей любимой работой, интересней которой нет на свете больше. На этом, пожалуй, все. Если что-то упустил, то пишите под этим видео свои комментарии, ставьте лайки. Но это не важно, я не обращаю внимания на эти лайки, на рекламу у нас нет на сайте. Но одним словом, задавайте вопросы, пишите мне на электронную почту, в социальных сетях. Все это можно у нас прекрасно найти на нашем сайте. Так вот он выглядит. Тормозит интернет. Все то, о чем я говорил, можно найти на нашем сайте. Найти продукцию. Все методики вот в этом разделе находятся. Соответственно, в разделе информации можно их скачать. Вот в этой директории, в этом разделе скачать, приобрести и использовать. Больше нельзя, меньше нельзя. И, соответственно, в разделе информации вы можете найти необходимые, допустим, методологии публикации. Здесь многое-много уже есть полезного для вас. Ну и повторюсь, последний, пожалуй, раз. Прошу прощения за некоторую обстоятельность, навязчивость. Этот документ в ближайшее время будет завершен и появится в открытом доступе на нашем сайте. На сайте научно-практического центра АКМЭ, лаборатория психологического обеспечения. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...